я наталья исаева я приглашаю вас приехать в центр помощи диким животным велес а в каком году центр основан был? 1921 христа христа 2000 в пятом первом втором третьем седьмом а что ж ты будешь делать седьмом был основан, а в девятом название само по идее а что значит велес? это лес, лес и велес это древний славянский бог, который покровитель животного центр находится совсем недалеко от Санкт-Петербурга и занимается лечением и содержанием диких животных которые попали в беду сейчас здесь около 200 зверей и большая часть из них вернется обратно в дикую природу после лечения к сожалению, основная причина попадания животных в этот центр это люди и это не только автомобильные аварии и капканы некоторых животных завозили для развлечения и фотосессий кого-то держали в цирках милых енотов и соболей заводили в качестве домашних питомцев например львицу Эльзу когда она еще была малышкой один бизнесмен решил подарить другому и прислал самолетом из Грозного в Питер хищница выбралась из коробки и бегала по всему багажному отделению когда ее нашли сотрудники аэропорта такие звери уже не смогут сами выжить в дикой природе поэтому единственная альтернатива центру это усыпление попадая в Велес начинаешь чувствовать свою ответственность за этих животных и взаимодействие с ними гораздо приятнее чем в зоопарках здесь нет ощущения что животные узники они активные, веселые и такие родные уже после первого посещения Велес помогает развивать правильное отношение к природе и приобщает взрослых и детей к добрым делам при этом центр не финансируется государством и существует только за счет помощи волонтеров самые 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 мои любимые бесценные волонтеры которые прям вот тройное, четверное это люди которые приезжают сюда в центр помогать потому что это самая самая важная самая нужная помощь она одновременно самая тяжелая потому что и на погоду завязана вот сегодня такая погода мерзкая летом она жаркая бывает снегопад когда тут снега вот эти люди приезжающие сюда помогают абсолютно разные фронты работ все вот становятся прям такие же грязные как я в целебных грязах целебных лечебных вот но эта помощь как по мне самая самая важная потому что она связана напрямую с водными и напрямую с условиями их содержания здесь критически не хватает рабочих рук людей которые могут приехать и просто помочь с бытовыми задачами есть самые крошечные помощники руками это ребята из детских садов два-два с половиной без проблем верхний край не ограничен потому что у нас постоянные друзья серебряные волонтеры Ленобласти это волонтер пенсионеры так что вот такого маленького совсем возраста до самого большого фронт работы с которым можно помочь приехав в центр не ограничен он зависит как от сезона погоды и текущих нужд так и от состава с которым вы приедете можно приехать одному вдвоем с детьми и родителями сделать полезное дело и приятно провести время на природе для больших групп заданий тоже много можно привести и 50 и 70 человек главное связаться с сотрудниками центра и заранее предупредить их чтобы они смогли подготовиться с собой можно привозить подарки из списка нужд центра это могут быть фрукты, медикаменты, садовая техника и многое другое если вы хотели бы что-то передать но не можете довести это сами центр поддерживают и автоволонтеры вы также можете стать одним из них если у вас есть свой легковой или грузовой автомобиль кроме всего прочего у центра есть выездные мероприятия по сбору растений благотворительные аукционы и множество других способов которыми можно помочь помощь руками это отличный способ провести время как говорится офлайн что особенно ценно в современном мире поэтому несмотря на холодный дождливый день 22 февраля мы с командой отправились в Велес там мы помогали со сбором веточного корма для лосей убирали загоны помогали с фасовкой мха ягеля для северных оленей многие из приехавших впервые занимались волонтерством понравилось всем и каждый обещал обязательно вернуться еще это центр например 100% волонтерский если сюда не приедет никто этих здесь животных не будет интересно помогать животным потому что здесь получается не в тех условиях когда увы они полностью зависит от человека и понимать что ты можешь оказать кому-то помощь сделать какое-то доброе дело ну это очень греет это здорово мне понравилось рысь и маленькие животные всякие мне понравились ветки но просто из-за того что там фан дружишься мне понравилось собирать мох в мешке это тепло уютно и очень полезно было очень весело потому что хорошая компания при этом ощущаешь полезность себя для общества очень понравилось потому что чувствуешь глупойку которую приносишь вот реально сейчас здесь и сейчас я понимаю у центра есть спонсоры но очень мало людей которые готовы прийти помочь человеческим потому что если не ты то кто испытав причастность к чему-то правильному и доброму уже не хочется останавливаться поэтому я надеюсь что посмотрев это видео вы захотите приехать в Велес и продолжить нашу цепочку добрых дел вот ваша ленточка вода у